Добрый день, уважаемые слушатели! Добрый день! В эфире Финам.ФМ.Сухой Остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. И, как всегда в это время, настал повод, есть этих поводов масса, поговорить о том, что происходит сейчас на финансовых площадках, в частности на российском рынке и на российском долговом рынке, на Форекс, в общем, поводов для обсуждений, как всегда, у нас много. Я напомню, что темой сегодняшней программы является такой вопрос, как умеренный оптимизм. Это надолго. Ну, если смотреть сейчас, мы посмотрим через некоторое время более детально. Конечно, умеренный оптимизм, все то, что происходит сейчас, вряд ли можно назвать, но, собственно, все меняется в моменте, как известно. Итак, прежде всего, я представляю моих гостей сегодня в студии Сухого Остатка. Андрей Верхоланцев, начальник аналитического отдела управляющей компанией «Капитал». Добрый день, Андрей. Добрый день. И в студии Илья Балакирев, ведущий аналитик НЕС компании «ЮФС». Добрый день, Илья. Добрый день. Уважаемые слушатели, для вас информация. Телегон студии 6510996, код Москвы 495, сайт компании «Финам.ФМ». Присоединяйтесь к нашему эфиру, звоните, пишите, задавайте свои вопросы и делитесь собственными наблюдениями на этот счет. И традиционно, начиная эфир, я рисую картину маслом. Итак, 1504 в Москве, что происходит сейчас на финансовых рынках. Начинаем со вчерашнего традиционного закрытия американских площадок. Они закрылись в отрицательной территории. Небольшое снижение показал индекс Доу Джонса минус 0,2%. СНП символический минус 0,5%. Фьючерс на СП сейчас тоже снижается, но более существенно половина процента теряет и ниже 1600 он ушел. Насдак также практически у ватерлинии закрылся, минус 0,03% потерял. Азиатская сессия сегодня также в отрицательной территории. 3% Никеи минус. Шанхай Композит 0,6%. Простите, 0,3% минус. Показал индикатор японского рынка. И китайский индикатор снизился на 0,6%. Не отстает Европа. Я бы сказал так, усугубила она эту негативную динамику. В частности, Фудси 100 в моменте снижается уже больше чем на 1,5%. Не отстают и наши индикаторы. РТС минус. РТС минус 1,3%. 1257 его текущая котировка. И МВБ также в минусе чуть скромнее на 0,8%. 1326 рубль. Штурмует высоты годовые. Как минимум сделал сегодня 33.30. Уже сейчас небольшая коррекция. Смотрим на сырье и на Форекс. Нефть марки Брент. 104.25. То есть, динамика такая достаточно позитивная. Что, кстати, никак в конечном итоге не отражается. Ни на динамике рубля, ни на динамике российских индикаторов. И вот вам, пожалуйста, очередные парадоксы. Золото нащупало опору 1240 после вчерашнего отскока. И индикатор валютного рынка продолжает снижаться. Евро-доллар ниже 1,30. 1,2930 сегодня было. Сейчас опять небольшой отскок. 1,2961. Так, ну и набор голубых фишек сегодня в основном в минусе. Причем в серьезном минусе Сбербанк. 2% теряет 2,5% на ЛМК. 1,5% Газпром. ГМК Норникель. Процент ВТБ. Больше процента АвтоВАЗ. Лучший рынок Ростелеком. Ростелеком 5,5%. Вот на всем этом отрицательном фоне. Здорово. Ну что ж, давайте начнем беседу. Умеренный оптимизм. Ну, видимо, сейчас, да, сложно говорить об умеренном оптимизме. Но, в принципе, если охарактеризовать все, что происходит на российском рынке. Андрей, тебе вопрос первый. На российском рынке, как бы, какое бы слово, да, ну, эфирное желательно. Я знаю, много слов, которые, да, заслуживают сейчас то, что происходит на российском рынке. Но мы в эфире. Поэтому, как бы ты охарактеризовал все, что происходит сейчас. Или какую-то близлежащую перспективу, если можно. Ну, если говорить, там, какими-то определениями, то, на мой взгляд, идет борьба у верхнего уровня, уровень 1330, если мы говорим по индексу. У ММВБ. У ММВБ он выглядит сейчас неким уровнем сопротивления, который мы в последние дни пытаемся преодолеть. Ну, на самом деле, если говорить в общем, то рынки замерли в ожидании важных событий, которые на этой неделе должны состояться. И, возможно, используя фактор короткой недели в Америке, пытаются как-то зафиксировать ту часть прибыли, которая была получена неделе ранее. В четверг Америка будет, завтра она закрыта. В пятницу выходит важный отчет Министерства труда по динамике создания рабочих мест в хозяйственном секторе. И это очень важный показатель, потому что от него, по сути, зависят какие-то дальнейшие перспективы нашей всем известной программы QE3. Поэтому, я думаю, что до пятницы каких-то активных телодвижений на рынке, наверное, не будет происходить. Все будут ждать, как же изменилась ситуация на рынке труда. То есть, можно сказать, что все, что происходит сейчас, это некое ожидание. Ожидание, ну, вялая динамика, в частности, тоже подтверждает эту мысль. Хотя, все же, полтора процента по РТС в минусе, это не совсем вялая динамика. Илья, а как ты смотришь на ближайшую перспективу? Ну, вот, в частности, да, с точки зрения ожидаемой статистики, ну, и, в принципе, завершившиеся на прошлой неделе заседания Федрезерва и выступления Бернанг, все-таки, какие-то вектор обозначили. Мы не случайно видим сейчас усиление доллара по всем параметрам. Ну, прежде всего, я бы не назвал то, что сейчас происходит каким-то таким умеренным оптимизмом. Я бы сказал, что это такая легкая истерия все-таки. На чем она? Прежде всего, потому, ну, на чем понятно, да, поскольку все именно ждут, действительно, того, как будет развиваться ситуация с выходом из КУЕ. И проблема в том, что рынки сейчас вот заперли себя в такой парадоксальной логике, да, чем хуже, тем лучше, и все ждут, что вот, а лишь бы вышла плохая статистика, и вот тогда мы еще немножко, еще немножко, еще порастем, еще КУЕ продлится. На мой взгляд, это несколько, все-таки, такая порочная позиция, поскольку, во-первых, решение все-таки о сворачивании, несворачивании программ, они принимаются надолго, принимаются заблаговременно. И если ФРС все-таки наметила, вот поменяла эту парадигму, которой она придерживалась последние, больше, чем, там, три года, да, то есть понятно, что все-таки, там, КУЕ-4, скорее всего, не будет, и эти программы тоже будут потихоньку сворачиваться. Может быть, это будет уже в конце этого года, как вот мы ждем, может быть, это будет в следующем году, но это будет, и будет неотвратимо. То есть, по большому счету, не важен, да, вот эта конкретная дата, тем более, что конкретная дата. В принципе, важно, как быстро и в каких условиях это будет происходить, и какими комментариями будет сопровождаться, поскольку это определит реакцию во многом, да, но это, безусловно, произойдет. И, на самом деле, чем быстрее рынок поймет, что это произойдет, что это произойдет не драматически, никого, там, не убьют, не казнят при этом, ну, фигурально выражаясь, будет происходить плавно, происходить своевременно и при общем улучшении экономической ситуации, вот тогда действительно на рынках должен появиться некий настоящий умеренный, неумеренный оптимизм, да, и рынки будут расти, расти в прямой логике. То есть, хорошая статистика, улучшение ситуации и какое-то постепенное восстановление. Вот, а пока здесь мы видим какую-то истерию и, скорее всего, будем ее видеть еще какое-то время, наверное, все-таки до заседания сентября, где многие ждут, что какие-то решения уже первые будут приняты. Ну, то есть, летние месяцы, да? Летние месяцы будут достаточно нервными, ну, плюс достаточно небольшие объемы торгов, поэтому волатильность может быть достаточно большой. Ну, а что касается именно этой недели, то здесь все достаточно понятно, поскольку действительно сегодня в Штатах короткий день, завтра они не торгуют. В пятницу основная статистика по рынку труда – это, во-первых, новые рабочие места, а во-вторых, собственно, сама безработица, которая также будет в пятницу. Да, да, да. На снижение уровня безработицы. На снижение уровня безработицы, да. Есть варианты, что оно будет даже более сильным, поскольку мы видели рост его в прошлом месяце. Это понятно, с чем было. Извини, я перебью, Илья, Андрей, смотрите, вот я пару раз замечал и пытался тоже ответить на вопросы инвесторов. Последние несколько месяцев статистика парадоксальна. С одной стороны, снижается, растет уровень безработицы и снижается новое количество рабочих мест. И наоборот. Вот это, почему такая история происходит? Они по-разному считаются, что ли? Или разные временные? Это достаточно сложный механизм расчета, поскольку базируется на расчете рабочей силы, которая там многосоставная, ее динамика... Это уровень рассчитывается. Не линейный, но безработица, да. Новые рабочие места, это все-таки такой достаточно прямолинейный показатель, что мы создали столько-то рабочих мест. Возможности публикуются, да, естественно. Если мы посмотрим прошлый месяц, вот там мы видели, что, в общем, неплохая была статистика создания рабочих мест, но безработица выросла. Вот, вот. А выросла она, понятно почему, потому что закончился учебный год, выпускники вышли на рынок труда, и, естественно, не все из них сразу нашли работу, то есть рабочая сила выросла быстрее, чем мы смогли создать рабочие места. И я опасаюсь, ну не опасаюсь, да, жду, что вот в этом месяце и, может быть, в следующем месяце мы увидим обратный эффект. То есть вот эта новая рабочая сила, она будет утилизирована экономикой, и, скорее всего, безработица может даже быстрее снизиться, чем рынок ждет. То есть в этом случае может быть тоже о сезонном факторе каком-то, да? Да, если мы вернемся к нашей вот неделе, да, сегодня будет часть завтрашней статистики, которая должна была быть завтра, да. Обращение с базовыми. Обращение за пособие и дипишные данные по предварительной. Они, как правило, погоду на Марсе показывают, но, тем не менее, рынок все равно как-то реагирует. Вот, поэтому будет интрига сегодня в конце дня, поскольку многие игроки, наверное, все-таки постараются выйти, не принимать какие-то рискованные решения, не брать лонги вот на полтора дня, да, первый момент. И в пятницу снова будет интрига, потому что там статистика может полностью перечеркнуть сегодняшнюю. Сегодняшние, да, ожидания, предварительные какие-то, да, итоги. Такое часто тоже бывает, да, Андрей, вот если сравнить эдипишную статистику по рынку труда и то, что рисуют уже непосредственно по пятницам. Ну, такие ситуации, безусловно, возможны, и, ну, тут еще накладывается вот этот действительно общий фактор истерии вокруг снижения возможного КУИ-3. Рынки очень болезненно могут реагировать на, казалось бы, незначительные новости и перечеркивать ожидания, сформированные там накануне, в ожидании какой-то хорошей статистики. Поэтому посмотрим, ну, я думаю, что... То есть все исключительно, да, сейчас на эмоциях, на эмоциях. Этот фактор сейчас играет высокую роль. Да, превалирует. Спасибо огромное. И мы сейчас прервемся с вами на Финам-ФМ новости, как всегда в это время, а потом продолжим наш эфир. Итак, друзья, мы продолжаем эфир. Сухой остаток на Финам-ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. В студии сегодня Андрей Верхоланцев, начальник аналитического отдела управляющей компанией «Капитал», и Илья Балакирев, ведущий аналитик инвест компании «ЮФС». Обсуждаем мы текущую ситуацию, ну, и вот в призме событий, которые ожидаются на этой неделе, в частности, да, ключевое событие. Это пятничный рынок труда штатов. Ну, и помимо этого, все-таки есть некие события. Давайте мы повернемся чуть-чуть сейчас, поговорим о событиях в еврозоне, статистике по еврозоне, ну, и то, что сейчас происходит. А происходит следующее, два слова буквально я скажу. Ну, если смотреть на валютный рынок, да, евро сегодня пробил 1,30 вниз, 1,2920 сегодняшний минимум, сейчас идет отскок, но, как бы, тенденция нисходящая, да, по снижению евро против доллара наверняка продолжается. Помимо этого, вокруг Греции опять разговоры о том, что соблюдают условия, не соблюдают условия. Следующий транш вы получите, говорят ребята из МВФ, из Евросоюза, из ЕСЦБ, да, если будете эти условия. Мы, давайте, проверим, оп. Дальше, Португалия, отставка министра финансов и министра иностранных дел, сразу же рост доходности, десятилетие банды, 8% показали, вот, на последнем размещении. Португалия, да, опять, значит, грядет или, возможно, да, политический кризис, приходят к власти, да, ребята, которые не нравятся текущей ситуации, давайте выходить из еврозоны. Вы помните, да, несколько лет назад такую историю мы с вами уже проходили. Ну и события на этой неделе статистики ЕСБ будет заседать в четверг по поводу изменения процентной ставки. Ну, понятно, что ожиданий этого изменения у нас нет, ожиданий нейтральные. А вот выступить господин Драги, да, по поводу, так сказать, поддержания банковской системы может и может вполне определенно. Вот, что по этому поводу, Андрей, мы можем прокомментировать и, на твой взгляд, вообще, да, что будет в ближайшее время с евро? Ну, если говорить о председателе ЕСБ, господине Драги и других главах центральных банков, то можно отметить такую вещь, что они достаточно смягчили свою риторику после очереды заседаний ФРС. Я перебью, мне очень понравилась фраза его же Драги, он говорит, ЕСБ не Федрезерв. Вот, на прошлой неделе тот же господин Драги подчеркнул, что они готовы идти на меры монетарного стимулирования в случае необходимости, чем, на самом деле, поддержал рынок. Кроме того, руководители региональных банков ФРС неоднократно на прошлой неделе, уже на этой неделе выступали и заявляли, что, на самом деле, сокращение КУИ-3 не привязан к какому-то календарному графику и зависит, прежде всего, от соблюдения ожидаемых темпов роста экономики фактически. Поэтому, я думаю, что на пресс-конференции завтрашней господин Драги может данную линию выдержать и характер его комментариев, наверное, будет носить такой достаточно позитивный характер, учитывая непростую рыночную ситуацию. Но, опять же, по пару слов по показателям макроэкономическим в еврозоне. На самом деле, я уже второй месяц отмечаю рост индекса активности в промышленной сфере PMI. Вот на этой неделе PMI. Он как раз вышел, да, то есть, показал очередное повышение, хотя и незначительное, но динамика по еврозоне в целом и по ключевым экономикам она наметилась. Мы пока далеки от переломного, от этой ватерлинии в 50 пунктов, но, тем не менее, мы к ней идем. Поэтому, я думаю, что этот фактор будет учитываться в том числе и председателем МИЦБ, рост необходимо усилить и, возможно, как-то в свете этих событий будет происходить его конференция. Я понял. Илья, смотри, а вот разговоры вокруг Греции, Португалии сейчас на повестку, Испании наверняка добавятся, ну и так далее по списку. Все это опять может осложнить ситуацию настолько, что мы будем говорить о политическом кризисе, ну, экономическом мы говорим уже давно. Ну, и дальше, собственно, все, что мы уже проходили. Я думаю, что не стоит исключать вот такого сценария, что мы сейчас видим именно вот вновь все эти темы, как раз потому, что рынок вряд ли будет на них сильно реагировать. Сейчас хорошее время, чтобы вот незначительные проблемы еврозоны вынести на люди. Потому что рынки все равно ждут действий ФРС, ждут, смотрят в первую очередь на Америку. Ну, плюс лето, наверное. Лето, к тому же, да. И поэтому... Кстати, я подумал, извини, я подумал, что в этом есть логика. И десятые, и одиннадцатые годы, да, вот эти наиболее такие существенные разговоры вокруг выхода там Греции, они как раз весна-лету происходили. Ну, так почему-то обычно складываются, да. А сейчас как раз такое лето ожидания, да, поэтому как раз не самое плохое время, с одной стороны. И мы как раз можем видеть в евро сейчас, да, что евро в большей степени, вот пара евро-доллар основная торгуется как больше меры такого спроса на рисковые активы, нежели все-таки вот такой честный корритрейт евро-доллар. Ну, там корритрейт особо неоткуда взяться. Нулевая по доллару и полпроцента по евро. Ну, просто если мы ждем, допустим, что ФРС будет там сворачивать программы, будет потенциально повышать ставки, да, то здесь мы должны бы видеть укрепление доллара, падение евро. Ну, подожди, а вот мы в моменте это видим. Я понимаю, что есть глобальные тенденции, есть тенденции там внутридневные, краткосрочные, но тем не менее, вот 1,30, да, сегодня просвистели вниз, но закрепиться, не закрепиться, посмотрим на закрытие. Это не есть продолжение тенденции ослабления евро, укрепления доллара. А, я думаю, что да. Извини, пожалуйста, еще добавлю, австралиец сегодня что сделал, если вы смотрели, австралийский доллар, на этой же идее, да, на укреплении доллара, ну, и на слабости, там, Китая, и снижение цен на промышленный металл, он сегодня ниже 0,90 уже сходил, и там уже цель этот еще дальше. Ну, там все-таки, что касается австралийца, я думаю, что все-таки дно близко. Все же, да? Несмотря на то, что они опять не стали, в общем, сворачивать свои программы и начинать повышать ставку, я думаю, что все-таки они начнут это до конца года делать, вот. А что мы видим сейчас в евро-доллар, да, я думаю, что действительно это не столько ожидание там от заседания ЕЦБ, сколько как раз реакция вот на ближайшую статистику в Штатах, и именно такой выход из риска, нежели какая-то реакция на события в еврозоне. Я понял. Хорошо, хорошо, тогда давайте с еврозоной разобрались, мы, ну, пять минут у нас есть еще до следующих новостей, вернемся в родные пенаты, что называется, поговорим о динамике рубля. Да, ну, безусловно, да, никто сейчас мимо этих событий не проходит, да, будь это профессиональное радио типа Финам ФМ или какое-то радио, да, будь это пресса, посвященная непосредственно экономике, или будь то это желтая пресса, вот это слово девальвация, девальвация, ослабление, баба, мама родная, мама родная. Но, тем не менее, как бы то ни было, вот мы сегодня видим, уже 33 пробили, да, 33.30 сделали, и там цели, да, следующие 33.60, 33.80 и максимум там 12-го года 34 там с небольшим. Вот если, так сказать, поговорить о ожиданиях сделанных, в ближайшее время увидим это, как ты думаешь, Илья? Дальнейшее ослабление рубля, я думаю, что умеренное вполне можем увидеть, но понятно, что сильного ослабления, то есть реальной девальвации, скорее всего, не то, что мы не дождемся, да, никто просто не допустит, в том плане, что социальный отклик будет слишком тяжелым. Действительно, эта тема всех беспокоит, вот правильно говорить, что все об этом пишут, все об этом разговаривают, все пытаются понять, что будет, нужно ли там покупать доллар, не покупать доллар. Если доллар обновит там какие-то исторические свои уровни, я думаю, что это может какую-то локальную панику на валютном рынке сифровоцировать. Вот, а с другой стороны, вот если мы посмотрим динамику нефти, да, которая традиционно все-таки влияет на покупательную способность рубля, да, и посмотрим динамику корзины, мы увидим, что они последние несколько недель практически совпадают. Они как бы должны быть в противофазе, они совпадают. Да, я понял, да, совпадают. Такое, на мой взгляд, имеет место, может быть, сугубо вербальное, но явная интервенция, вот, та самая девальвация, которую нам обещали, вот она и происходит, без всякого вмешательства, причем здесь Минфина. Рынок сам ее делает за всех, причем на растущей нефти нефтяники государства зарабатывают. Понятно. Ну, то есть, этот момент как бы позитивно, да, в конечном итоге, это даже позитив, потому что мы видим сейчас ослабление рубля, даже на растущей нефти, это позитивно. Ну, я думаю, что неплохо, что мы видим это сейчас, да. А не при нефти в 80 долларов и ниже, когда это будет необходимо. Когда и если, естественно. Я понял. Андрей, возвращаясь к нефти, вот 104 сделали, ну, я так понимаю, в основном рост, да, нефтяных котировок сейчас связан с геополитикой, да, с событиями на Ближнем Востоке, в частности, в Египте. Ну, не только, запасы очень веселые вышли вчера. Вот, ну, сегодня утром предварительно. Предварительно, ну, сегодня в 18-30 будет подтверждение. То есть, веселые, что синили сокращение. Очень, ну, больше 9 миллионов баррелей. Это прям небывалое сокращение. Вот, поэтому рынок все-таки реагирует. Да, в Америке начался автомобильный сезон, безусловно, геополитический фактор здесь играет свою роль. И мы в совокупности видим вот такую динамику. Плюс сегодня мы видели сокращение до минимальных уровней спреда между WTI и брендом, что также не отмечалось уже более двух лет. А, ну, там плюс еще климатический фактор в Америке играет свою роль. То есть, вот все это и приводит к таким ценам нанесения. Ну, и если опять вернуться к тому, что, ну, традиционно мы говорили, да, российская экономика, она зависима от цен на сырье. Безусловно. И в конечном итоге, да, повышение цен это благо. А сейчас мы, да, должны забыть об этой взаимосвязи, об этой корреляции, да, произошла раз корреляция. И все, что происходит на сырьевом рынке, ну, как минимум, непосредственно на российскую экономику влияние не оказывает никакого. Ну, высокая цена на нефть, она, безусловно, как бы желательно для российской экономики и для уровня, там, для бюджетных доходов. Прошедшее ослабление рубля, она также отвечает задаче снижения дефицита бюджета, который в этом году у нас образовался и который пока не планирует исчезать на следующие годы. Поэтому те цели, которые Минфин перед собой, наверное, хотел поставить, он их отчасти решил. Плюс высокие цены на нефть, они, ну, примерно соответствуют тем, что заложенный бюджет, они пока играют на рамку в российской экономике. А если, да, если предположить, Илья, смотри, что, ну, вот, текущая ситуация, в качестве причин мы называли геополитику, сокращение запасов в Штатах, ну, и так далее по списку. Если текущая ситуация продолжится, мы увидим выше 110, например, бренд? Я думаю, что мы можем увидеть бренд выше 110, но вряд ли вот совсем обозрим в перспективе. Я думаю, что все-таки это произойдет, если произойдет, скорее, после начала все-таки отопительного сезона, вот уже ближе к осени. Понятно, что в Штатах сейчас действует такой положительный сезонный фактор, да, но я не думаю, что хватит для того, чтобы не американскую нефть затащить куда-то вот так высоко. Может быть, мы даже увидим атаку вот на то, чтобы этот спред вернуть в его исконное состояние. Атака откуда произойдет? Ну, я думаю, на бренд. На бренд, да? Скорее всего. Если мы говорим о данном спреде, то, скорее всего, за счет бренда, возможно, попытаются это сделать. Но пока мы видели, что уровень 100 долларов является неким уровнем сопротивления, и ОПЕК неоднократно подчеркивала, что это является комфортным уровнем. Там как раз очередное заседание ОПЕК, оно в конце августа, по-моему, состоит. Поэтому за него будут держаться. Я понял. Хорошо, значит, еще раз мы прервемся. Новости на Финам.ФМ послушаем, продолжим. Итак, друзья, мы продолжаем эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Еще раз напомню, обсуждаем мы текущую ситуацию на финансовых площадках. В основном говорили сейчас о событиях за рубежом. Ну, и в России в том числе, да, упомянули мы. Поговорили точнее, да, о том, что можно ждать в отношении курса рубля к доллару. В студии сегодня еще раз я произнесу. Андрей Верхоланцев, начальник аналитического отдела, управляющий компанией Капитал. И Илья Балакиров, ведущий аналитик инвесткомпании UFS. Телефон студии 6510-99,6, код Москвы 495. Сайт компании финам.ФМ. Уважаемые слушатели, звоните, пишите, задавайте свои вопросы, делитесь собственными мыслями. Вернемся в Россию, вернемся на российский фондовый рынок. О! Ну, не буду я рассказывать. Собственно, падение немножко приостановилось. Отскакивает РТС уже. Чуть больше процента он и минус. ММВБ почти полпроцент. 1327. Ну, в принципе, если, да, Андрей, возвращаться к твоим цифрам. 1330, да, его текущее сопротивление, вот пока он, собственно, пробиться туда не может. Ну, и, ну, и лету, а то, может быть, еще какая-то причина, да, вот это вот движение на российском фондовом рынке. Ну, скучное, надо сказать, преимущественно падение и скучный боковик такой. Он все-таки на летние месяцы, да, продолжится или какие-то все же идеи появятся на этом самом российском фондовом рынке? Как ты думаешь? Ну, я думаю, что без каких-то драйверов серьезных, ну, какого-то серьезного роста вверх случиться, наверное, не может. В качестве драйверов я вижу, ну, прежде всего, оживление в экономике. Оно должно обозначиться более явно после первых месяцев начала года, когда экономика у нас замедлялась. То есть это первый момент. Второй момент плюс действия, практические действия со стороны наших властей должны способствовать оживлению экономической активности. Ну, и третий, наверное, все-таки глобальный фактор, потому что Россия сейчас является некой производной внешних факторов. То есть если рост в мире ускорится, в Европе ускорится прежде всего, поскольку мы больше от нее зависим в качестве внешней торговли, то это выльется, наверное, в какое-то более энергичное движение. Пока же... Это закончится притоком капитала, который мы ждем. Ну, по крайней мере, одно из проявлений, да, наверное, будет это проявляться в притоке капитала в том числе. Пока так. Пока так. Появится интерес к российскому рынку, да? Ну, не только к российскому. К рисковому активу. Да, наверное, к развивающимся рынкам. Развивающимся рынкам. То есть в первую степень, наверное, отыграют развитые рынки. По мере насыщения какого-то интереса к рынкам развитым, начнется, наверное, возврат к поиску доходности в сфере развивающихся рынок. Я понял. Ну, в этом смысле мы говорим о неких драйверах, могущих прийти из-за рубежа. А если все-таки вернуться в Россию, экономический рост, да, вот, стимулирующие меры, да, снижение ли ставки ли, опять вокруг этого сейчас разговоры, вроде бы, инфляция замедляется, дает повод для того, чтобы надеяться. Как ты видишь, Илья? Ну, я бы сказал, что массовая риторика пока как раз немножко противоположная, что инфляция очень большая, и поэтому вряд ли Центробанк сможет действительно серьезно что-то снижать. Я все-таки считаю, что мы увидим замедление инфляции в втором полугодии, поскольку, ну, просто временной профиль вот этого сдвига, да, который у нас обычно происходил ближе к началу года, он сполз в середину, индексация тарифов сейчас в середине года происходит, и она по ряду направлений менее интенсивная, чем была в прошлом году. Соответственно, мы просто увидели достаточно высокую инфляцию в начале года, поскольку полугодие до повышения тарифа, полугодие после вот этого повышения. Соответственно, есть основания полагать, что все-таки будет неплохая инфляция, там, ближе к третьему-четвертому кварталу, и все-таки Центробанк будет... Неплохая, все-таки низкая относительно. Ну, неплохая, говорю, низкая, да. Это первый момент. Поэтому, ну, 25-50 пунктов, я думаю, точно проблемы не будут. Другой вопрос в том, что ставка рефинансирования у нас инструмент такой не слишком репрезентативный, он, в общем, под нее ни денег не занять, ничего. Интереснее ставки, под которые, под реподы Центробанк, на межбанкские ставки. Это один момент. Второй момент ставки в банках, то есть кредитование малого бизнеса, ипотеки предприятий. Я думаю, что есть риски, что мы увидим какие-то попытки ручного управления в этой сфере. Уже сейчас есть какие-то подвижки, первые, в плане регулирования ипотеки, рефинансирования ипотеки под залог средств бюджетных фондов, за счет средств бюджетных фондов. То есть, вот, может быть, вот в этом направлении, скорее, мы увидим стимулирующие меры. Ну, и эти стимулирующие меры, да, опять-таки, могут каким-то образом, да, экономику российскую подстегнуть? Я думаю, что они могут, по крайней мере, попытаться сохранить вот эти темпы роста, которые мы пока показываем, да. Ну, первый квартал действительно был слабоватым. Плюс сейчас пойдут отчеты со второй квартал наших корпоратов, и, в общем, они будут в целом, я думаю, что немножко получше, чем были в первом квартале, поскольку там была зима, мертвый сезон был длиннее, чем мы все ожидали. Вот, здесь какое-то улучшение вот на уровне этих показателей мы тоже можем увидеть. Но, понятно, что без какого-то вообще внешнего импульса мы вряд ли покажем серьезный какой-то рост, внутренний рост на российском рынке. Я думаю, что сырьевые рынки должны сделать шаг. Ну, не нефть, да, которая так дорогая, а все-таки металл и уголь, сталь вот туда. И, кстати, если действительно согласиться с тобой, что сырьевые рынки должны делать шаг в это, то есть поддержать, да, и, так сказать, общую динамику, и поддержать там конъюнктуру некую, то правильно я понимаю, что среди лидерами роста в этот момент могут как раз наши металлурги оказаться, которые здорово просели. Металлурги очевидная ставка на рост, потому что бумаги, которые сильнее всего вырастут, если рынок все-таки массово пойдет наверх. Это металлурги. Это металлурги. Ну, металлурги и энергетика, но энергетика, в отличие от металлургов, под собой фундаментальных оснований практически не имеет для стоимости. Там очень серьезные риски административные, тарифных решений и так далее. Поэтому металлурги – это то, на что стоит делать ставку, если и когда рынок будет расти. Вот ловить дно там, наверное, не очень грамотно. Не очень грамотно, да. Ну, опять, с другой стороны, сильно… Не очень безопасно, скажем так. Ну, да, за одним дном, как известно, может возникнуть второе, неожиданно, да? Я понял. Хорошо. Заговорили о металлургах, заговорили о том, что в конечном итоге, да, это может поддержать общую конъюнктуру на рынке. И давайте не оставим в стороне металл драгоценный, не промышленный, да, а драгоценный металл. Во-первых, потому что действительно он тоже в последнее время показывает очень и очень агрессивную динамику, снижение, да. Все распродают золото за ненадобностью, видимо, да, где такое. Где это, помните, как раньше, да, где это видноно, где это слыхано, чтобы золото так активно распродавали, да, учитывая предыдущие много лет. Очень часто звучит вопрос, вот до Коли уже, до Коли, когда, когда становится падение на золото, когда покупать. Правильно этот вопрос? Или надо, наоборот, продавать, открывать короткие активно позиции Андрея и видеть где-нибудь там в районе тысячи долларов за унцию, 600 долларов за унцию. Ну, нужно понимать, что из себя представляет покупка золота, как таковая. На мой взгляд, это все-таки страховка от некой высокой неопределенности, там, от высокой инфляции, от каких-то глобальных рисков, которые в той или иной степени рынок ожидает. Ну, помимо инфляции, вот все, что ты произнес, я бы сейчас сказал, есть определенность, есть... Ну, на самом деле, экономический рост еще очень важен в данном случае. То есть, одно дело, когда мы имеем снижение, там, экономики, там, падение, неопределенность, что будет дальше, да, там, вход в рецессию. А другой момент, когда мы видим все-таки улучшение экономических показателей, уверенный рост в Америке показателей. И на этом фоне держать страховку от, там, от рецессии, по сути дела, ну, наверное, может быть не совсем целесообразно. То есть, нужно четко отдавать себе отчет в том, что покупка данного актива должна преследовать, ну, четкую цель. То есть, это, так скажем, попытка защитить свои, там, вложения от, вот, вот, обозначенных неблагоприятных факторов. Сейчас же угрозы инфляции в мире, как таковой, нет. Угрозы рецессии, как таковой, прежде всего, благодаря США и улучшению в Европе, также не наблюдается. И на этом фоне золото, ну, просто теряет смысл в его, так скажем, наличии. То есть, продают его за ненадобностью просто. Ну, если ультурировать, можно сказать и так, да. То есть, есть более доходные активы в условиях роста экономики, нежели чем золото, прежде всего акции. А вот, сейчас, Илья, еще одна из причин, да, которые раньше активно называли для того, чтобы купить золото. Ну, золото валютные резервы, да, мировых банков, там, допустим. Сейчас они не так смотрят уже на этот металл. И еще одна, ну, забавная, на мой взгляд, тоже, да, парадигма, связанная с тем, что Китай и в Индии очень ценится этот металл. Ну, в физическом смысле и периодически, кстати. Вы наверняка помните, да, у нас, по-моему, конец августа, начало сентября. Это сезон свадеб в Индии. И традиционно, да, каждый год золото просто, ну, процентов на 5 точно оно скакало по этому поводу. Можно, да? Давай, Илья. Ну, действительно больная тема в этом году, поскольку мы знаем, что Индия повышает налоги, ну, пошлины на импорт золота. Кроме того, очень сильно ограничила возможности для импорта золота банками. И это, конечно, сказывается на, если не на самом рынке физического металла, то, по крайней мере, на настроениях. Я думаю, что культурные здесь вот посылы индийские вряд ли удастся какими-то налогами побороть, потому что они не такие большие. То есть это факт расстанется, да? Что касается банков, да, но это заметно. Это вот, это вот, это уже отчасти отыграно, но это вот одна из причин того снижения, которое мы видели. Но это, естественно, массовый выход из бумажного золота американских ETF-ов, которым просто запретили иметь производный металл. Вот, и я считаю, что вот эти два процесса, да, они по большей части уже отыграны. Вот, и по мере того, как ETF-ы продают бумажное золото, они покупают физический металл, естественно. Физический металл Индия также продолжает импортировать, Китай продолжает импортировать, и Центробанки также достаточно активно расширяют свою резерву, поскольку цены низкие. И китайские, и российские, и европейские отчасти, Германия, Франция. Соответственно, мы видим достаточно большое расхождение сейчас между ценой на фьючерс и на золото, и, собственно, физический металл, который достаточно тяжело купить человеку со стороны. Вот, поэтому как-то должна со временем нормализоваться все-таки эта ситуация, я думаю. Поэтому сильно ниже мы вряд ли увидим, то есть, если мы увидим бумажное золото сильно ниже этих уровней, да, скорее всего, это будет сигналом вот к какому-то окончательному разрыву. Между реальным, да? Да, между базовым активом, между вот этим фьючерсом. Я еще один, на самом деле, еще один фактор отмечу. Текущие цены, они приближаются к уровню некой маржинальной прибыльности для производителей, поскольку за последние 4 года средняя цена на золото, среднегодовая, держалась на уровне, ну, вернее, за период, за этот 4-летний период, порядка 1450 долларов. То есть, многие производители мировые, они эти цены закладывали при запуске новых проектов, плюс та же самая инфляция затрат, которая произошла, она съела какую-то часть прибыли. Поэтому вполне может возникнуть ситуация, когда проекты начатые ранее, гринфилд-проекты, они будут замораживаться в ожидании более благоприятной ценовой конъюнктуры. А благоприятная ценовая конъюнктура, в данном случае, это снижение, да, более существенное снижение? Нет, наоборот, повышение золота, конечно. Поскольку при более низких ценах его производить станет нерентабельно, конечно. Ну, действительно, было введено много крупных проектов с достаточно высокой себестоимостью, и они либо уйдут с рынка, либо каким-то другим образом давление оказывают. Вот, и мы увидим, то есть, вот еще такое давление, то есть, дальнейшее расширение между динамикой фьючерсных контрактов и, собственно, физическим металлом. Поэтому, ну, мы все-таки ждем какого-то улучшения на этом рынке вот в течение года, да, то есть, какого-то роста, золота, ставка на рост. Это, наверное, несколько смешно звучит, да, вряд ли мы это увидим. Но, как обычный промышленный металл, я думаю, что вот ситуация нормализуется, и по мере того, как будет восстановление сырьевых рынков, золото все-таки немножко свои позиции отыграет к концу года, куда-нибудь там в район там 1400-1450, может быть. Как раз цифру, которую Андрей произносил. Сейчас вот последнее падение, можно сказать, там 1180 у него был ближайший минимум. Если говорить о продолжении снижения цены на золото, сильно ниже мы можем увидеть? Ну, мы не ждем сильно ниже, да, гипотетически понятно, что серьезных технических сопротивлений вот там на более низких уровнях, ну, их пока не видно, да, то есть, в принципе, если будут какие-то сильные продолжаться спекулятивные атаки на золото, да, мы можем увидеть ниже, локально. То есть, вероятно, долго, но ниже можно. Сейчас еще раз новости, потом продолжим. Ну что ж, друзья, последняя часть эфира, 10 минуточек еще у нас осталось. Мы сегодня, как всегда, обсуждаем текущую ситуацию на финансовых рынках, говорим о том, что происходит, что происходило и что, вероятно, может произойти. Самые неприятные истории, связанные с прогнозами. Напомню, в студии Андрей Вилхоланцев, начальник аналитического отдела, управляющий компанией «Капитал» и Илья Балакирев, ведущий аналитик инвесткомпании «ЮФС». Ну, и тем не менее, все же, да, если говорить о ближайших событиях, ну, и даже не с точки зрения прогнозов, а, в принципе, чего ждать искушенному и не очень, что главное, инвестору, чтобы действительно в какой-то момент не сделать свой капитал, да, заложником неожиданных движений. В любом случае, надо, как минимум, если уж не использовать, да, ожидаемые события для торговли, только, наверное, знать о них, чтобы не вовремя не влезть, да, в неспокойный рынок. Андрей, что можно в данной ситуации вот озвучить? Ну, да, глобальная тема, наверное, очередной раз выступающая на первый план, это сезон корпоративных отчетностей в Америке, который начнется 8 июля с алюминиевого гиганта «Алкола». Они, ну, компании, пока, согласно консенсус-прогнозу, который можно увидеть в Блумерге, пока есть некое ожидание роста прибыли компаний в целом, входящих в индекс S&P, где-то в среднем там на 2%. То есть, вот мы вступаем в очередной достаточно длительный период времени, когда новости, корпоративные новости о прибылях будут во многом оказывать влияние на фондовые площадки американские, ну и через американский рынок на весь остальной мир. Это, наверное, одна из таких важных тем. Ну, в любом случае, если мы говорим, что впереди лето, да, лето… Да, на фоне летнего, как правило, затишья. Малая активность, сезон отпусков, значит, все равно события какие-то. Ну, да, главное, что приятно, что корпоративные отчетности – это всегда, как бы, такие данные, на которые рынок реагирует предсказуемо. То есть, если это хорошее отчетность, то он растет. Да, никаких парадоксов там обычно не бывает, поэтому… Сейчас действительно так. По большинству компаний все-таки есть действительно основания ожидать неплохих отчетов за второй квартал в США и у нас в России тоже немножко позже, да. Ну, не касается, может быть, как раз Алкоя, поскольку цены на алюминий мы все видим где. Вот, поэтому, в целом, неплохие отчетности, я думаю, что могут, вот, ближе, наверное, к концу месяца, может быть, рынок немножко поддержать, разогнать. Так, хорошо, отчетности, а помимо этого… И, кстати, давайте, есть у меня вопрос, правда, он не сегодня пришел, не знаю, слушать нас. Слушать… Слушать… Слушать ли нас слушателей. Да, слушать ли нас слушатели, который его задал сейчас, но вопрос любопытный, потому что я вот сейчас заговорил, Андрей. Я в американском рынке, и я неожиданно вспомнил его, спрашивал, слушайте, следующее. По поводу акций компании Apple. Вот у него такая спекулятивная идея родилась, что Apple сейчас снижается, ну, видимо, вот, на тот момент, по крайней мере, графики я открыл дневной. Сейчас уже отскакивает, он, да, от 4, грубо там, от 390 долларов за бумажку. И, конечно, рабочие модели спекулятивные такой, вот, акции Apple падают, вот, на падение выкупать их, вот, это, правильно, хорошая мысль. На самом деле, нужно понимать, что лежит в основе этой идеи, то есть, либо это чисто технический анализ, ну, тогда нужно смотреть графики. Да. Либо пытаться понять какую-то фундаментальную причину для, во-первых, снижения, во-вторых, для поиска какой-то идеи для их роста. Чисто мое мнение заключается в том, что, ну, вот, после ухода Джобса в компании, ну, нет того генератора, который бы заряжал, заряжал эту компанию, заряжал, так скажем, на достижение каких-то... В буквальном смысле причем. Да, причем в буквальном смысле. И та продукция, которая, вот, выходит, там, уже после ухода Джобса, ну, наверное, это мнение как-то, вот, поддерживает. То есть, нет каких-то революционных новых решений, которые были столь же оригинальны, утилитарны, как и при Джобсе. Условно говоря, может быть, вот это является основным таким фундаментальным камнем для какого-то глобального разворота, если мы говорим об истинной стоимости. Ну, а если смотреть теханализ, ну, наверное... Ну, бог с ним, с теханализм, если фундаментально все же, я правильно тебя понял, да? Причин для снижения цен на акцию Apple есть, а причин для роста, ну, такого глобального опять нет. Ну, наверное, в общем, да. То есть, нужно смотреть какие-то, там, какое-то дно, возможно, 390, это уже достаточно низкая цена, они снизились более чем вдвое от своих, ну, практически в два раза от своих максимумов. Нужно смотреть, ну, действительно, ниже какого-то сильного апсайда. С точки зрения технического анализа двойное дно сделала сейчас Apple. Или уж добавишь что-то? Ну, графиков мы, к сожалению, пока не можем видеть, да? Да, я бы согласился, поскольку Apple действительно такое маркетинговое рыночное чудо своего рода, очень удачно сложилось несколько факторов, ну, приятных, неприятных. Действительно, они выпустили ряд очень удачных продуктов, причем очень грамотно это сделали, выпуская их раньше, чем рынок осознает рыночную потребность, получая потом отождествление, собственно, целой категории продуктов. Я, если позволишь, добавлю, это вот какой, я бы сказал, самый яркий пример модного сейчас термина инновация, инновация. Ну, это именно очень грамотная инновация. Нет, нет, смотри, то есть производитель, он как бы, он предполагает еще, он надеется на то, что именно это будет востребовано рынком и потом попадает в точку. Это высший пилотаж формирования спроса, на самом деле. Он не спрашивает, что вам нужно, он говорит, я знаю, что вам нужно. Вот оно, да. Сенсорные смартфоны, планшеты, это вот то, что фактически Apple запустил на рынок и то, что сейчас ассоциируется с Apple очень у многих потребителей. Вот, понятно, что такие прорывы делать подряд систематически очень тяжело. Тем более, одному, одной компании, да? Одной компании, к тому же компании небольшой, к тому же компании изначально заточенной на очень узкую аудиторию. Ну и кроме того, естественно, вот как бы лебединая песня Джобса, которая очень привлекла внимание инвесторов бумагам, потребителей продукции и так далее. Поэтому вот те цены, которые мы видим у Apple, это во многом все-таки авансы, данные из каких-то таких соображений. То есть это очень много ожиданий и не очень много фундаментальных оснований под этим. Если мы посмотрим операционные показатели, Apple в 10 раз дороже Самсунга. Ну, как бы с разумной точки зрения это неправильно. Именно так, да, вот с такой, если отбросить эмоции, да, какие-то, то вот посмотрим, вот циферка есть, вот циферка есть, вот результат. О чем тут говорить? Вот, поэтому я бы очень так осторожно говорил насчет фундаментальных факторов для роста Apple. Вот, а технически, да, вполне может отскочить двое на дно. Как говорил, да, господин Чарльз Доу, это разворотная модель, поэтому мы ждем продолжения роста. Замечательно. Ну, и, наверное, осталось пять минуточек у нас. Наверное, этот вопрос, ну, вот в контексте того, о чем мы сейчас говорили, да, о компании Apple, может, и не очень корректен, но, тем не менее, вот на нашем рынке, на ваш взгляд, да, коллеги, есть, ну, может быть, не подобного уровня, но все же некие похожие интересные истории, которые также вот могли бы с фундаментальной точки зрения отыграть. Илья? А так же, как Apple. Ну, давай так, ну, не так же, как Apple. Ну, это магнит, если только. Ну, кстати, кстати. Вот наш российский Apple. Точно-точно так же рост совершенно всепобеждающий, обгоняющий очень сильно фундаментальный фактор. Вот, ну, нет, я на самом деле не жду сильного дальнейшего роста магнита, хотя там… Ну, про 800 уже, да, речь идет. Вот, против рынка я думаю, что… Ну, то есть не думаю, что магнит также будет сильно снижаться, поскольку пока все-таки нечего выбрать сектор, кроме магнита. Да. Именно это поддерживает. Инвесторы по-прежнему его покупают, да. По инерции. Мы очень похожее видели в Мегафоне, да, когда Мегафон провел IPO, и очень много инвесторов массово перекладывался с других бумаг сектора в Мегафон, из-за чего он вырос очень сильно, теперь он дороже МТС по мультипликаторам, да и не по мультипликаторам может быть, то есть он где-то вот около теперь. Что как бы не должно быть, поскольку МТС в полтора раза больше абонентов имеет и больше денег на потоку генерирует. Вот. Если говорить об идеях каких-то растущих, но понятно, что гарантированные идеи на нашем рынке, вот сложившиеся сегодня ситуации, наверное, очень сложно отыскать, да, но, в принципе, после того, как рынки снизились, вот с начала года, очень многие бумаги можно осторожно смотреть в лонг, может быть, выбирать время для входа, в том числе, лукойл, норникель, может быть, если банки, то ВТБ против Сбера. То есть ВТБ, да, предпочтительнее? Я думаю, что да, поскольку ВТБ было много негатива, и он там весь почти ушел, даже несмотря на то, что вот не очень хороший был вчера отчет, там, я думаю, что реакция будет достаточно короткой на него. Все-таки мы видим, что ситуация в банке улучшается, улучшается она достаточно хорошими темпами, мы все знаем, что во втором квартале банк привлек больше 102 миллиарда с половиной рублей в капитал, решил свою основную проблему, пропал навес потенциальный от приватизации, в общем. Сильного давления на бумаге ВТБ, которое было полгода, ВТБ сейчас нет. А Сбербанк все-таки довольно дорогой банк, я думаю, что, по крайней мере, в терминах мультипликатор, даже дисконт ВТБ будет выбираться. Потому что он дорогой просто. Я могу еще вспомнить про нефтяной сектор, в частности, помимо лукойла, это компания Роснефть, а Новотек, которые продолжают отыгрывать в той или иной степени, достигнутые в ходе саммита в Петербурге договоренности с китайской стороной. Но для Новотека это, прежде всего, касается экспорта СПГ. Для Роснефти продолжающийся, вот еще раз отметил, тема с долгосрочным этим контрактом. Ну, действительно, выборочный какой-то сток пикини, если проводить, то можно, исходя из текущих уровней, формировать портфели даже в той же энергетике. Если не брать всю энергетику, а говорить о генерации, можно выбирать и с точки зрения дивидендной доходности неплохие компании, прежде всего, и ООН, которая достаточно платит, обещает платить высокие дивиденды. Вот. Ну, заниматься таким смарт-подходом к инвестированию на рынок. Это нормально. Безусловно. Тем более, в нынешней ситуации, да, другого подхода сложно предложить. Ну, а магнит стал бы ты покупать на нынешнем? На нынешнем уровне, скорее всего, стал бы. Стал бы? Стал бы, да. Я думаю, что мы увидим цены в магните выше текущих уровней. К концу года, если брать, допустим, показатели. Ну, сложно сказать, насколько. Нет, нет, понятно. Мне кажется, интереснее все-таки смотреть уже какие-то альтернативы начинать. Магнит в том секторе, да. А есть они? Дикси, может быть. Дикси, кстати, да. Ну, так, на уровне даже не потребителя, а на уровне обывателя. По городу ездишь, и больше магазинов, мне кажется, появляется. Ну, они потихоньку развиваются, активно ребрендятся. И, в общем, там есть, по крайней мере, недооценка, есть потенциал, куда расти. Магнит уже очень дорого выглядит. Но, тем не менее, магнит открывает, как минимум, два гипермаркета в неделю, что меня по-прежнему очень сильно изумляет. Темпы, темпы, конечно, нет. То есть, вот пока они выдерживают эти темпы. Я понял. Ну, на удивление, все получается, потому что модели агрессивного роста, как за счет приобретений, так и внутреннего, мы видели много, да, а удачных из них, кроме магнита, пока ни одной. Дай бог, чтобы продолжаться, но опять сразу приходят в голову, деревья до небес не растут, но рано или поздно все равно это окончится, а тем более, что сейчас это высоко, значит, вот-вот уже где-то сейчас. Хорошо, спасибо огромное, друзья. Андрей Вихоланцев, начальник клинического отдела, управляющий компанией «Капитал», и Илья Балакирев, ведущий аналитиками из компании «ЮФС», были сегодня в студии сухого остатка. В общем, мы обсуждили все, что планировали. Уважаемые слушатели, спасибо вам за внимание, успехов на рынке. До свидания.